Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По прошествии некоторого времени старый факир старший позвал своего помощника и с помощью его взяли висевшее в воздухе тело и положили его на землю. После нескольких магнетических пастов молодой человек проснулся и поднялся совершенно здоровый и бодрый, как будто с ним ничего и не было. Другой рассказ Келара относится к времени пребывания его в Африке, в стране зулусов. Он много раз слышал о необыкновенном искусстве одного старого зулузского магика. Ему захотелось удостовериться в правдивости этих слухов. Старый колдун сначала не хотел показывать своего искусства перед чужеземцем, но, уговариваемый своими земляками, наконец согласился. Он взял толстую дубину и привязал ее к концу ремешок длиной около двух футов. Молодой зулуз, одетый атлетом, который во время этих приготовлений смотрел на своего господина с выражением почтения и вместе боязни, взял в свою дубину, привязавший к ней такой же ремешок. После этих приготовлений оба при свете костра начали с большой быстротой вращать свои палки вокруг головы, причем я замечал нечто вроде молнии, перебегавшей с одной палки на другую, в то время, когда они сближались. После нескольких подобных оборотов раздался треск. Массивная палка молодого зулуза разлетелась в дребезги, и сам он упал замертво. Тогда старый зулуз наклонился к земле, вырвал пучок травы длиной около трех футов и стал вертеть его вокруг головы молодого человека, лежавшего неподвижно, как мертвый. Точно же трава загорелась, хотя до костра было не ближе двадцати шагов. Приближаясь все ближе и ближе к лежащему молодому человеку, он стал медленно вращать пучок горящей травы близ лица молодого человека, на расстоянии около одного фута. К неописуемому моему удивлению, тело стало отделяться от земли и плавало в воздухе на расстоянии около трех футов от земли, от которой оно то отдалялось, то приближалось в зависимости от быстроты вращения горящей травы. Когда трава догорела, тело опять опустилось на землю, и после нескольких магнетических пастов молодой человек поднялся совершенно здоров. Опыты доктора Гросса В немецком журнале Diversine Welt профессор Макс Зелинг описывает очень интересные опыты, демонстрированные доктором Гроссом, оккультистом и очень сильным магнетизером. В видах устроено устроение всякой возможности внушения. Было решение произвести опыт над предметом неодушевленным. Выбрали для опыта обрывок листа золотой бумаги. Но опыт удался только при помощи металла. Доктор Гросс взял в руки большую булавку, И тогда лист начал подпрыгивать по направлению к этой булавке, находившись на расстоянии полсантиметра от него. По окончании опыта, когда случайно лист золотой бумаги ощутился около тонкого конца булавки, заметили отталкивание. Сообщается, что доктор Арнгард изобрел два аппарата, при помощи которых может быть безусловно доказана левитация. Даже степень ее может быть высислена на граммы. Приложение. Попытки к объяснению левитации. Несчастные, нервно больные с средних веков, благодаря невежественному фанатизму среди тогдашних теологов, сгорали на кострах или погибали в страшных мучениях, пытки, стремившиеся вырвать признание в мнимых сношениях с дьяволом. Чтобы читатель мог составить себе некоторые понятия о количестве лиц, спавших жертвой опеки западноевропейского духовенства над их душами, заметим, что 9,5 миллионов является по вычислению Сольдана минимальным числом осужденных на смерть. Сновска. Не нужно никогда забывать, что в данном случае римско-католическое духовенство, или лучше сказать, некоторая часть его, совершенно извратило учение Евангелия о любви к человеку и незаконности употребления огня и меча для охранения его истин в борьбе с ересями. Святая Православная Церковь может только осуждать такое злоупотребление Евангелием. Григорий Диченко Но эта цифра, конечно, значительно ниже действительной, так как указывает лишь на количество людей, которых судили по всем правилам духовного судопроизводства. А сколько лиц пало в те времена жертвой разъяренной невежественной толпы? Ведь если отголоски этого ужасного народного самосуда порою доходить до нас, еще и теперь из разных медвежьих уголков не только России, но и Западной Европы доходят, то тогда подобные факты должны были составлять вполне обычные явления, не стоившие даже упоминания. Тем не менее, и приведенные цифры оказываются настолько внушительны, что невольно вызывают на некоторые размышления и сопоставления невеселого свойства. Не желаю утомлять читателя цифрами, но вместе с тем считаю довольно важным иметь уверенность в том, что приведенное число осужденных на смерть оценено им по достоинству. Скажем только, что за все время войн Юлия Цезаря, Александра Македонского и Наполеона, этих славнейших любодеев, погибло людей в полтора раза менее, чем их было во славу Божию, в кавычках, сожжено на кострах. Читая описания этих отвратительных казней, совершавшихся над больными людьми, трудно удержаться от восклицаний, негодования и омерзения. Но довольно. Все это было и быльем проросло. Если же мы напоминаем об этих мрачных временах в истории человеческой культуры, то только потому, что громадность цифр должна служить, так сказать, кумулятивным, употребляя медицинское выражение, доказательством вероятности ниже приводимых фактов. Ведь трудно, на самом деле, сомневаться в явлениях, о котором в течение нескольких столетий, даже тысячелетий твердят многочисленные свидетели, летописцы, историки, которое совершалось чуть ли не ежедневно на глазах тысячной толпы, которая, наконец, повторяется и в настоящее время, не возбуждая, впрочем, к себе большого доверия. Словом, мы хотим сказать о так называемой левитации людей и предметов и об уменьшении и увеличении их веса без видимой причины. Мы только что говорили о сожигании людей на кострах за их сношение с дьяволом, дававшим им силу колдовства. Ну а так как с целью избавления от неудобного лица, сведения с ним старых счетов, мести, ничего не стоило обвинить его в мнимом колдовстве, то нужно было найти какие-нибудь верные признаки, по которым можно было бы безошибочно отвечать от действительных чародеев, ведьм и тому подобных помощников и заместителей дьявола на земле, от людей, оклеветанных их врагами. Таким признаком являлось из-за памятных времен подмеченное уменьшение веса некоторых субъектов, доходившее до того, что с виду самый обыкновенный человек весил всего каких-нибудь нескольких лотов. Когда недавно здесь, в Сегидине, несколько лиц было арестовано по обвинению в чародействе, то согласно здешнему обычаю, их подвергли испытанию. Именно после того, как они плавали на воде, подобно туфельному дереву, их положили на весы, чтобы свесить. При этом удивительно, что большая толстая женщина весила не более полутора лота. Ее муж, который тоже был не из маленьких, имел одну и четверть лота, а остальные, в общем, весили от одного и три четверти лота или даже еще менее. Во многих местностях Западной Европы и даже кое-где у нас в России, например, у латышей, туфли состоят на деревянной подошве, в которую сверху прибивают небольшие куски кожи в виде передов. В союзке. Встречаются, впрочем, и целые туфли, выдолбленные из дерева. В приведенном отрывке кое-что может для непосвященных быть недостаточно ясно, поэтому прежде чем продолжать наше изложение, считаем уместным остановить здесь внимание читателей на некоторых пояснительных данных. Дело в том, что так как всякое непонятное маломальски выделяющееся из ряда вон явление физического мира обязательно рассматривалось в те времена с теологической точки зрения, то уменьшение веса через человеческого тела не могло укрыться от проницательного ока средневековых теологов, которые, конечно, пытались подыскать этому явлению остроумные объяснения. Но если в настоящее время в затруднительных случаях мы подчас не прочь кое-что приписать действию темной силы, то в те времена без нее дело положительно никак обойтись не могло. Одним из таких затруднительных вопросов являлась уже с древних времен подмеченная легкость колдуний, ведьм и чародеев. Долгое время ученые не могли согласиться в объяснении этого явления и довольствовались одним лишь констатированием факта, что ведьм и не тонут в воде, чем и пользовались как диагностическим средством. Для уничтожения же сомнений в том, не погружается ли испытуемый субъект в воду вследствие произвольных движений его членов. У него в большинстве случаев связывали большой палец правой руки с большим же пальцем левой ноги и наоборот. В таком положении он, понятно, не мог шевельнуться, и стало быть, если не тону, то его, несомненно, поддерживал на воде дьявол. Это было самое первоначальное, но недостаточно научное в кавычках объяснение, явление. Марбургский профессор Скребониус постарался придумать более удовлетворительную механическую теорию действия злого духа на обитательный им человеческий организм. Исходя из того бесспорного положения, что дьявол легок как воздух, ученые заключают, что эта легкость должна сообщаться и связанной с ним субстанцией, которая вследствие этого поддерживается на воде. Но, вероятно, не чувствуя под собой достаточно твердой научной почвы, Скребониус стал в последствии подкреплять свою теорию ненависти ведьм к воде, в которой они были крещены, а потом отреклись от этого таинства. Английский король Яков в своей демонологии, признавая справедливость последнего соображения Скребониуса, говорит, «Вода не принимает колдуньей, потому что они, отрекшись от Бога и Христа, стряхнули с себя в воду крещения. Тем не менее, вопрос о причинах явлений оставался все-таки открытым, так как некоторые теологи держались других мнений и защищали их в многочисленных сочинениях». Мы вскользь упомянули о двоякого рода испытании, которому подвергали подозреваемых в шародействе, а именно о взвешивании на весах и бросании в воду. До какой степени было распространено подобного рода испытание, можно судить потому, что Карл Пятый даровал городу Оудиваттеру в виде привилегии право обратить городские весы в специальные весы для чародеев. Лица подозреваемых в колдовстве и желавшие очистить от подозрений добровольно являлись бургомистру и судье над чародеями и просили взвесить их на весах. Если при этом оказывалось, что испытуемое лицо весило меньше предварительно определенного на глаз веса, то возбуждался процесс чародействия. Слава Оудиваттерских весов была настолько велика, что на них взвешивались не только арестованные и добровольные являвшиеся лица из окружающей местности, но также из многих других городов. До 1693 года эти знаменитые весы действовали беспрестанно. Во Франции, Англии, Нидерландии и немецких землях суды над колдунами были очень распространены. Но к концу 17-го столетия вера в безошибочность определения прикосновенности к колдовству посредством взвешивания начинает падать, хотя еще в 1754 году двое обвиняемых в чародеевстве были подвернуты взвешиванию. Но этот способ испытания по своей межкотности был на практике неудобен, в особенности, когда приходилось иметь дело с очень большим числом обвиняемых, что случалось нередко, а потому его обыкновенно заменяли старинным способом испытанием водою. Он был известен с незапамятных времен индусам, египтянам и других народам древности, от которых перешел к грекам и римлянам. Кельты, Франки, Лангобарды и Норманны по-видимому узнали этот способ самостоятельно. В актах, относящихся к процессу мочародействия, говорится об одновременном испытании целых сотен лиц, которых бросали в воду раз по пяти и держали по получасу. Но несмотря на столь продолжительное пребывание в воде, большая часть обвиняемых не погружалась в воду и плавала подобно кускам пробки. Все это совершалось на глазах многочисленной толпы народа. Так как в средние века еретичествующие радейства считались одинаково дьявольского происхождения, то понятно, и сектанты, кстатики, тоже должны были не тонуть в воде. Такому испытанию подвергали всех сомнительных еретиков. У бесноватых замечается иногда подобная же легкость тела, вследствие чего они не тонули в воде, а одну подобную больную привели ко гробу святого Усмара, и священник посадил ее в освященную воду. Едва, однако, были произнесены над ней заклинания, как она была под протянутыми над ней руками священника поднятой из воды вверх, так что ее должны были схватить и опять положить к ногам. Бесноватая Анетта Трикур во время одного из пароксизмов бросилась в начале настоящего столетия в глубокую воду, но вместо того, чтобы утонуть, она осталась на поверхности подобно куску пробки. В 1836 году на полуострове Гела в рыбачьей деревне Цейнова крестьяне бросили в воду одну старую женщину, считавшуюся колдунью, и когда она не погрузилась, убили ее кольями. В среднем века случаи, в которых удельный вес людей оказывался, по-видимому, меньше воды, были до того обычны, а стало быть сожигание на кострах на основании этого указания, было до того часто, что некоторые немецкие ученые в конце концов стали подумывать о том, не следует ли приговаривать тех, кто погружался в воду, а освобождать остающихся на ее поверхности. Нашлись наконец многие, которые стали вообще относиться к этому способу критически и предлагали изгнать его вовсе из употребления, заменив пыткой. Оснований или таков мнения было очень много. С одной стороны, указывалось на всем известные примеры из Священного Писания о хождении по водам Спасителя и Святого Апостола Петра. Стало быть, являлся вопрос, не связано ли у людей непогружение в воду с их святостью. С другой, было известно, что некоторые лица, находясь в состоянии так называемого лунатизма, которое даже и тогда немногие решались приписывать дьяволу. Производят иногда такие действия, что невольно возникает подозрение в отсутствии в это время тяжести у подобных субъектов. Наконец, в экстатическом состоянии, особенно в религиозном экстазе, некоторые люди до такой степени теряли в весе, что подымались на воздух. Всякие, кто начинает знакомиться с литературой, вопроса о переменчивости веса человеческого тела, поражаются как ее богатством, так и многочисленности приводимых в ней фактов, большая часть которых, хотя и засвидетельствована достойными во всех иных отношениях доверия историками, попала все-таки в число так называемых курьезов прошлого или заблуждений, отмеченных печатью тех времен. Мы не станем останавливаться ни на фактах из области демонологии, ни на свидетельствах путешественников по Индии, Африке и другим странам Востока, так как часть этого материала предполагается известной читателю. Об экстазе неоплатоника в чудесах Аполлонии Тианского, несмотря на всю их заманчивость, мы тоже не станем распространять все. Но мы считаем небесполезным, обратив внимание читателя на приводимый Яунапиусом рассказ о том, как известный александрийский философ, глава сирийской школы неоплатонизма Ямвлих, а однажды поднялся в присутствии своих последователей на воздух. При этом он оставался в полнейшем неведении относительно того, что с ним произошло, и смеялся над своими учениками, когда они потом рассказывали ему об этом. Еще более замечательный случай сообщается относительно некоего Маруса, одного из учеников святого Бенедикта из Нурфии. Увидев тонущего мальчика, Маурус стремился к нему на помощь, схватил его и побежал обратно на берег. Только вернувшись на землю, он пришел в себя и посмотрел назад. Когда же он увидел, что пробежал по воде, то испугался и удивился происшедшему. О знаменитом медиуме Юме, между прочим, диковинками рассказывается, между прочим, что однажды, поднявшись на воздух и облетев комнату, он потом вылетел в горизонтальном положении через окошко в другую и в другое влетел в комнату, обратно, производя эту процедуру на высоте 25 футов над землей. Когда же его об этом случае спрашивали в диалектическом обществе, он отвечал подобно многим экстатикам, что не помнит, летал ли он из окна в окно, так как был в бессознательном состоянии, но многие были свидетелями этого. Нужно, впрочем, заметить, что некоторые профессиональные медиумы, каким был Юм и восточные худейники, иногда в состоянии произвольно подниматься в воздух. Но это обыкновенно продолжается недолго, так что трудно сказать, теряют ли они в это время сознание. Когда же явление левитации происходит более долгое время, то, вероятно, оно сопровождается потерей сознания, хотя, опять-таки, тут могут быть разные степени. Об Орлеанской дереве, которая, впрочем, никогда высоко не поднималась над землей, а только по временам, играя с подругами, взлетала над нею, рассказывают, что она даже и при ходьбе едва касалась земли, словно плыла по ней. Наподобие того, как это бывает во время купания в реке, когда мы стараемся идти по дну на довольно глубоком месте. Один луннатик, став ночью, пробежал по морю две мели и проплыл, не просыпаясь, полторы, пока наконец его не поймали. При этом его едва удалось перевести в сознание и разубедить, что он находится не на кровати. Бакстер говорит о случае с одной меланхолической женщиной, которая во время припадка бросилась в воду и пролежала на ней три часа. когда ее нашли и принесли домой, ее тело было легче как солома и она вернулась к здоровью. Многие субъекты, которые в обыкновенном состоянии плавают, как говорится, подобно топору, во время сомнамбулизма чувствуют себя на воде совершенно в своей сфере. Они удаляются в море на очень большое расстояние, так что присутствующие принуждены принять меры к удерживанию их ближе к берегу на случай внезапного пробуждения, могущего иметь печальные последствия. Таких примеров рассказывается множество, как у старинных, так и у новейших авторов. А знаменитый ясновидящий из Привоста Кернер рассказывает, что когда он приказывал класть свою пациентку в ванну в магнетическом состоянии, все части ее тела приобретали какую-то эластичность, выталкивавшую ее постоянно из воды. Так что помощницы доктора употребляли все свои силы, чтобы удерживать ее под водою, но это им было крайне трудно. В реке она также оставалась на поверхности воды. Профессор Берг говорит, что одна его сомнамбла, купаясь в Эльбе, не погружалась в воду. Сама она об этом говорила, что магнетизм может уменьшать и увеличивать вес. Если бы лунатика во время его странствий свесить, то оказалось было, что ничего не весит. И действительно, те непостижимые фокусы, которые иногда проделывают лунатики, только и понятны, если допустить уменьшение их тяжести. Сомнамбла Кернера в припадке сумасшествие выпрыгнула из окна второго этажа без всяких для себя последствий. В шарме одна семнадцатилетняя лунатичка прыгнула с высоты сорока фунтов на мостовую и не сделала себе ни малейшего вреда. Весьма любопытен рассказ одного старинного писателя Тридгейма, который говорит, что в юности он спал в одной кровати с тремя учениками. Из них один был лунатик. Он в третий раз встал с постели, ходил по нас, топтал нас ногами. На это нам нисколько не причиняло боли, словно на нас вкакивала маленькая обезьянка. Он полез на дом, шутяв, забрался на крышу. Я говорю, что сам видел и не напрасно много раз об этом слышал. Приводя этот случай, Дитрель говорит, что если поставить кровать крепко спящего лунатика на весы, то в зависимости от глубины сна, автоматически записывающий аппарат, вероятно, отметил бы изменение веса тела. К сожалению, подобного опыта никто до сих пор не производил. Не следует, впрочем, думать, что мы обладаем одними только эмпирическими данными о переменчивости веса человеческого тела в зависимости от его состояния. Имеется уже, правда, пока еще незначительное количество экспериментальных, в числе которых следует прежде всего указать на опыты Ла Фонтена. Он клал сам намбул на весы и начинал ее магнетизировать, причем оказалось, что по мере увеличения числа пасов она теряла в весе. Теперь займемся рассмотрением выше приведенных фактов. Читатель, вероятно, обратил внимание на то обстоятельство, что в случаях, когда пациент бывал опущен в воду, причем он оставался на ее поверхности, достаточно было протянуть над ним руки, чтобы приподнять его на воздух, например, бесноватая угроба Святого Усмара. С другой стороны, как уже было сказано, магнетизирование, выражающееся в производстве пасов, уменьшает вес пациента. Врач Шарпиньон говорит даже о случае, когда пациент, находившийся в состоянии сомнамбулизма, поднялся в горизонтальном положении на воздух, когда оператор держал руки над солнечным или черевным сплетением, и о вертикальной левитации, так что образовалось свободное пространство под ногами, после того, как руки были наложены субъекту на голову. Профессор Кизер рассказывает о поднятии сомнамбулы с земли от прикосновения концов больших пальцев магнетизера. У Цельвера же был случай, когда, сидя на стуле, на спинку которого положил руку СЛЭД, ученый был приподнят на одной ножке стула и стал потом следовать за рукой медиума, то в том, то в другом направлении, словно притягиваемым магнитом. Сопоставляя с этими фактами все ранее сказано, читатель легко поймет, что здесь вся суть ни в том, ни в чем ином, как в электромагнитном воздействии, являющемся следствием сближения разноименных полюсов двух организмов. Но понятно, это только одна сторона вопроса, или точнее, здесь мы видим лишь частный случай явления, которое может совершаться без всякого даже участия постороннего лица. в самом деле, ведь в большей части выше приведенных примеров субъекты теряют в весе и поднимаются на воздух сами по себе, без всякого на них влияния кого бы то ни было. Стало быть, о притяжении здесь и речи быть не может, напротив, здесь дело в отталкивании. Для того же, однако, чтобы читатель мог отнести с большим доверием к ниже приведенным фактам отнестись к соображениям и лучше вникнуть в природу явления уменьшения веса живого организма, необходимо постараться доказать возможность всех вышеописанных фактов. Как же это сделать? Ведь сколько бы мы не приводили новых фактов, их и без того немало, но от этого дела ни на волос не двинется вперед. Суть значит не в фактах, а в доверии к ним, которые, как легко понять, весьма деликатная материя. На этом основании никакие ссылки на свидетельства и мнения самых почтенных спиритов и антиспиритов здесь были бы неуместны, так как оба эти лагеря в качестве сторон воюющих не могут быть вполне объективны. Правда, если бы нам удалось сдать упомянутым явлением естественное объяснение этих доказов, этим доказывалась бы их возможность, но это способ имеющий цену лишь в совокупности с другими. Поэтому мы нашли наиболее целесообразным в данном случае обратиться к голосу, который всеми в достаточной степени признавался бы авторитетным, а относясь к предмету преследующему специальные цели не мог бы быть заподозрён в каких-либо партийных тенденциях. Таким авторитетом является, по нашему мнению, один из корифеев нашей ортодоксальной науки, мнение которого, высказанное по поводу чисто специального вопроса о симулировании эпилепсии, должно иметь для нас особенное значение. Дело в том, что так как всем наружным проявлением подучей можно до известной степени подражать, то профессор Ковалевский задался целью найти какой-нибудь признак, по которому можно было бы отличить притворное от действительной болезни. Наблюдая припадки эпилептии, говорит профессор, невольно приходит на мысль исследовать вес тела эпилептика до и после припадка. Разница в весе тела и будет видимым признаком и доказательством припадка эпилептических судорог. У Селемо и Сумалента же, как бы он хорошо не имитировал судороги, как бы они не казались бурны, падение веса не может быть значительно, так как у эпилептиков вес тела падает не на счет только одних судорог, а еще на счет чего-то другого, как например при эпилептическом головокружении. До чего может быть велико уменьшение веса эпилептика показывают следующие цифры. При эпилептическом головокружении падение веса бывает от 2 до 9 фунтов, а при эпилептических судорогах бывает наибольшая потеря веса из всех видов моторной или соматической эпилептики, а именно до 12 фунтов. В случаях же эпилепсии, комбинированной явлениями со стороны душевной сферы или психической эпилепсии, падение веса тела бывает крайне великое и находится в зависимости от напряженности и длительности припадка психической эпилепсии. Иногда эти потери равняются с одной четверти веса тела. Не лишено то же значение и то обстоятельство, что вознаграждение в потерянном весе после припадков идет очень быстро. Таким образом возможность падения веса тела вследствие каких-то изменений в состоянии нервной системы может считать доказанную и стало быть мы теперь уже с более легким сердцем можем заняться объяснением выше описанных фактов. Прежде всего напомним что наряду со случаями уменьшения веса имеется указание на поднятие тела на воздух. То есть если бы здесь действительно происходило падение веса то оно должно было дойти до такой степени что тело сделалось бы легче воздуха. Думая таким образом мы бы повторили лишь ошибку врача Шарбанье который говорит средние века упускали из виду надувание живота газами у истериков осуждали их на сожжение потому что быть легче воды было бы сверхъестественно депрель вполне основательно приводит эти слова как например слишком легкого отношения к весьма серьезным вопросам но с нашей стороны было бы не менее легкомысленно следовать поступам тех которые думают что явление левитации и другие описанные выше менее рельеф на проявлении той же силы всецело обуславливается действительной потерей материи вследствие ее выделения из нашего тела что такое излучение или испарение материи действительно происходит в этом не может быть сомнения но оно ни в каком случае не могло служить причиной поднятия человека на воздух стало бы следует искать эту причину в чем-нибудь другом и у нас имеется основание думать что она принадлежит к числу уже известных нам сил а именно заключается в электричестве нашего тела и Продолжение следует...